Тайны и загадки белорусской природы и секреты жизни в гармонии с ней. Это остров Ду на Добром канале. Приветствую всех! Чем уникален остров и о чем наше видео, смотрите по ссылке в описании. Таинственные и загадочные представители дикой природы, но живут рядом с нами. Не птицы, но умеют летать. Летучие мыши. Все о них слышали, кто-то даже встречал, кому-то и на балкон прилетали. Но что мы о них знаем? Они страшные или все же милые? Развеять мифы и приоткрыть дверь в таинственный мир летучих и мышей специалисты решили неординарным способом – с помощью выставки. Что же тут необычного, удивитесь вы? Тональность выставки, наверное, так можно сказать. Роман, я так понимаю, что вот все это ваши коллажи? Да, коллажи сделал я, используя фотографии, предоставленные оховой птушек из их экспедиций, а также из тех, которые мы нашли для того, чтобы показать конкретно каждый из видов летучих мышей, проживающих на территории Беларуси. Более того, каждый из коллажей отвечает отдельной задаче. Некоторые из них рассказывают о наиболее частых каких-то легендах и мифах, связанных с рукокрылыми. Некоторые рассказывают об их охране, об их разностайности, то есть разнообразии биологических видов. И, разумеется, мы не могли обойти темой сегодняшнюю пандемию и постарались развеять некоторые мифы, связанные с рукокрылыми и пандемией COVID-19. Это на основе фотографий, я так понимаю, коллажи. На что вы ориентировались? Я так понимаю, что форма все-таки более такая, в какой-то степени юмористическая, наверное, можно так назвать, да? Да. Дело в том, что при подготовке этого проекта мы пытались найти некий баланс между, скажем так, научной стороной. То есть вся информация, она абсолютно достоверная и предоставленная нам из рук специалиста-хироптеролога Алексея. Ну и прибавить к этой более-менее сухой научной информации мы старались такую часть искусства, что ли, чтобы эти коллажи было интересно рассматривать. Ну и они представляли собой какую-то ценность. А сколько тут видов изображено? Видов мышей? Ой, честно говоря, я не знаю. Если их 9 коллажей, то их как минимум 10. Потому что на каждом из коллажей, да, представлен разный вид, а на некоторых даже по 2 или 3. А сами вы когда-нибудь в дикой природе встречали? Вот тех, кого изображали на коллажах? Ну, мое знакомство личное с летучими мышами произошло всего раз, когда одна из них залетела в квартиру к нам на 8 этаж. Это было летом. Ее принес мой кот в зубах. Но мы ее смотрели, пытались ей предложить молочко, что оказалось абсолютно бесполезно, потому что они питаются насекомыми. Вот. Убедились, что с мышью все в порядке и выпустили ее к подруге, которая летала вокруг окна и пыталась понять, куда делась ее подружка. Я так понимаю, что о том, чем питаются летучие мыши, также можно на коллажах всем желающим узнать? Да, разумеется. Там есть отдельный слайд, отдельный коллаж, который рассказывает о том, как кожаны соседствуют с людьми, то есть что мы должны делать, если мы их найдем, что мы не должны делать, если мы их найдем. Вот. И там в том числе указано и то, чем их можно подпитать, и чем они питаются в дикой природе. Оригинальные, веселые и информативные коллажи призваны ответить на вопросы. Где спят белорусские бэтмены? Почему зимой летучих мышей тянет в холодильнику? Пьют ли летучие мыши кровь? И зачем летучим мышам колонии? И, конечно же, как ученые изучают летучих мышей. Ну а зрители нашего канала уже сейчас имеют возможность получить ответы на вопросы от нашего эксперта Алексея Шпака. Это правда, что летучие мыши живут рядом с нами, рядом с человеком? Да, все так. Дело в том, что существует две экологические группы летучих мышей. Это дендрофилы, или же виды, которые любят жить в деревьях, и антропофилы, и виды, которые любят жить рядом с человеком. Причем с человеком они живут не просто так. Дело в том, что в природе они, как правило, населяют разного рода пещеры, скальные, трещины и такого же рода убежища. И, разумеется, в тех местах, где пещер нет, как в нашей стране, они выбирают убежище человека. А в ходе урбанизации человек создал, сам того не желая, для рукокрылых огромное количество разного рода искусственных убежищ. То есть животные могут жить на балконах, они могут жить между бетонными перекрытиями в многоэтажных домах, они могут жить под крышами и так далее. Насколько это может быть все-таки опасное соседство? Наверное, когда мы говорим о летучих мышах, существует вот эта боязнь, наверное, какая-то. По большому счету для территории Европы не зарегистрировано абсолютно никакого вреда, который исходит, и опасности, которая может исходить от летучих мышей применительно к человеку. То есть, да, действительно, зверяки могут жить рядом с нами, но при этом чаще всего они живут так, что мы их вообще не замечаем. И, соответственно, они не то чтобы даже приносят нам вред. Нет, это не так. Они приносят огромную пользу. Все рукокрылые Европы являются исключительно насекомоядными. И это во-первых. Во-вторых, они очень прожорливы. То есть, каждый зверек может съесть за ночь вот такое количество насекомых, которое примерно соответствует 40-50% массы его собственного тела. Многие из насекомых, кстати говоря, как раз таки и представляют опасность для человека. То есть, это могут быть мухи, это могут быть комары, это могут быть переносчики различных заболеваний и прочее, прочее, прочее. Ну, не говоря уже о том, что эти насекомые могут быть вредителями лесного хозяйства, сельского хозяйства, паркового хозяйства и так далее. Мыши летучие кровь не пьют. Пьют. Но из полутора тысяч летучих мышей мировой фауны кровью питаются всего лишь три вида. И эти три вида населяют Южную и Центральную Америку. Зимой может ли произойти встреча с летучими мышами? Зимой или, наверное, будем говорить о таком холодном периоде года? Конечно, конечно. Дело в том, что для зимовки летучим мышам необходимо место со стабильной низкой температурой от 0 до 10 градусов и довольно высокой влажностью. И, как я уже говорил, в естественных условиях это могут быть разного рода подземелья. Поскольку подземелья, естественно, в Беларуси нет, то в наших условиях летучие мыши, как правило, заселяют подвалы и погреба. Но, опять же, очень часто зимой они могут залетать на балконы, они могут селиться в вентиляционных и лифтовых шахтах, они могут быть обнаруживаемы в подъездах. Их могут вообще просто находить на землях люди или на снегу. Дело в том, что у летучих мышей довольно своеобразная физиология. Будучи теплокровными животными, теплокровными существами, как и мы с вами, у них есть уникальная способность опускать температуру своего тела до температуры окружающей среды и таким образом переживать холодное время, время без корницы. Соответственно, когда зверек разогревается и возвращается к обычной температуре тела, которая у него составляет около 40 градусов, он теряет очень много запасенной энергии. Я уже говорил, что летучие мыши насекомоядны, соответственно, кушать им зимой нечего. И потеряв слишком много энергии, животные могут погибнуть. Просто не дожить до весны. Во-первых, животные могут просыпаться из-за перепадов температур. Во-вторых, животные могут проснуться из-за беспокойства. Просто-напросто. Беспокойство может исходить как от человека, так и от диких животных других. Ну, например, от птиц врановых. То есть, если мы у себя где-то в подвале обнаружили летучую мышь и не хотим принести ущерба зверьку, то не надо его трогать? По большому счету, да. Но в этом случае вы должны соблюдать некоторые условия. То есть, ваш подвал не должен быть изолирован. То есть, совершенно понятно, что зверек каким-то образом туда попал. И совершенно очевидно, что для зверька должна быть возможность покинуть ваш подвал, как только он захочет. Если он не сможет это сделать, то он, скорее всего, погибнет. Ну, если такой возможности нет, то, конечно же, мы всегда с радостью ждем новых постояльцев. Из-за того, что численность летучих мишей в Европе в течение 20 века довольно сильно сокращалась и продолжает сокращаться до сих пор, то летучие мыши занесены в ряд красных книг. В Беларуси у нас сейчас из 19 видов 8 видов красной книги. И поэтому в ряде стран Европы уже и в Беларуси тоже существуют реабилитационные центры, которые занимаются тем, что спасают зимой зверьков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Вот наш такой центр, Каженополис, он формально был организован два года назад, и он стал результатом сотрудничества общественной организации ОХОП Тушек-Батьковщины, Национальной академии наук в Беларуси, в частности, Центра по биоресурсам и Республиканского центра экологии и краеведения, который любезно предоставил нам помещение. Как нас находят? Нас находят обычно в интернете, нам звонят, и в зависимости от ситуации, либо мы выезжаем и забираем зверяка, либо зверяка привозят нам. Мы взвешиваем, измеряем зверяка. Если масса не дотягивает до нормы, то зверяка мы докармливаем. Как только масса доходит до нормы, мы помещаем зверяка в мешочек, мешочек помещаем в холодильник, где животное вполне себе комфортно спит до конца марта. По большому счету, когда температура воздуха на улице стабильно пересекает плюс 10 градусов выше нуля, то зверяков уже можно выпускать. Это вот только-только попал к вам вот этот зверек, да? Да, этот зверек, этого зверяка мы забрали в отделе МЧС Советского района. То есть они к вам обратились, позвонили? Да, да. Это специальный пакетик, который... Это мешочек. Это наиболее подходящее обиталище для зверяков зимой. В искусственных условиях, конечно же. Это здесь у нас двуцветный кожан. Самый-самый распространенный вид зимующих рукокрылых в белорусских городах. Ну, могу только сказать, что примерно из 10 животных, которые попадают к нам в руки, 9 это как раз-таки двуцветные кожаны. То есть достаточно распространенный вид. Я так понимаю, он небольшой, да? Да. При этом, при этом этот вид раньше был мигрантом. А потом понравилось? Да, окольцованных зверьков зимой отлавливали на границе Австрии и Словакии, если я не ошибаюсь. Это было еще в 70-е годы. Вот сейчас этот вид составляет большинство в наших городах, большинство всех зимующих животных. Похож, Роман, на того, которого вам удалось познакомиться в первый раз? Ну, честно говоря, тот был в таком стрессе, что... После общения с котом. Да, после общения с котом. Что я не ручаюсь за достоверность. А мое, на самом деле, первое знакомство было тоже на какой-то из лекций. Там был покрупнее, и, по-моему, цвет такой более рыжий. Но... Вполне возможно, это была рыжая вечерница или поздний Кожан. Ну, такие достаточно... Мне понравились такие милашки симпатичные. Но я так понимаю, что... Пальцы просто поделились. Да, правило номер один при общении с летучими мышами, впрочем, как и со всеми другими дикими или незнакомыми млекопитающими животными, это использование перчаток. То есть это будет актуально тем людям, которые хотят помочь, но надо соблюдать правила. Да, безусловно, безусловно. Вот этот зверек, я так понимаю, что отправится сейчас после спасения в холодильник в Кожанополисе и будет там ждать определенной температуры и выпущен на свободу. Да. Уверенно, увидев коллажи Романа Янотова по мотивам ночи летучих мышей, отныне эти зверки будут для вас милыми симпатяшками. Если вам понравилось такое необычное знакомство, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много тайных загадок на острове Льду.